Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня Шаакин Дорф. Дорф-деревня Шаакин-Шаакин. Вот первая туристическая группа приехала. С вами я, Дмитрий Ешилов, экскурсовод. Элитный. Вот такое пространство, здесь там щелкунчик, здесь Шаакин гриль, он там вдалеке, сейчас покажу, приближу. Шаакин гриль. Вот экскурсия приехала. Ну, там мы идем в то здание. Вес у них 6, 8, 12 и 20 килограмм. Все полочки съемные, изготовленные из дерева лиственница. Перед тем, как новый сыр сюда поступает, все полочки, они снимаются и обрабатываются, чтобы старая бактерия не попала на новый. Таких камер у нас 4. В данной камере температура 12 градусов и 90% влажности, не в зависимости от погодных условий. Есть такой артист, зовут его, по-моему, Николай Сумишевский. И он выступает с программой Сумишевстве. А здесь Шаакин гриль. Здесь сердечные поздравления. Сердечно поздравляю. Бешила шуток никуда. Поднялись на второй этаж. По этой лестнице. Шоколадная. Антисептик, проходите, пожалуйста. Дегустация антисептика начинается. Нет, нет. Пожалуйста. Ага, спасибо. Проходите. Спасибо. Ну, что, спирт? Спирт. Доброк. Доброк. Здравствуйте. Два с одной стороны и два с другой стороны. Вы обойдите, пожалуйста, вот здесь вот. Тогда присоединяйтесь с собой в стороне. Спасибо. Спасибо. И первый сыр, который мы с вами будем пробовать, сыр будет называться Зоки, пожалуйста. Ну, давайте. Ваше здоровье. Трезвое жизнь. За трезвое жизнь. Детяжение. Детяжение. Сыр Зоки – это наш самый молодой сыр. Его выдержка – два месяца. Он у нас купался в солевом бассейне и был под прессом полтора часа. Первый кусочек, когда вы сейчас попробуете его еще раз и посмотрите, как даже может поменяться его вкус. Он может стать для кого-то более или менее соленее, более сливочный, более рассыпчатый, более скрипучий или абсолютно даже по-другому, чем был в первый раз. Ну, а пока вы пробуете, еще немного расскажу его название. Мы с вами находимся в поселке Некрасово, который был назван в честь Героя Советского Союза Леопольда Борисовича Некрасова. Во времена пруссов наш поселок назывался так же, как и наш первый сыр – Зоки, что в переводе означает «травяная деревня». Папа Александр, он у нас шоколатье, сын его – Виталий Сыровар. Конфетка наша, она также будет сыр в шоколаде под названием маскарпоне. Пожалуйста. В этой конфете будет находиться настоящий итальянский сублимированный сыр маскарпоне. А шоколад сахаром? Ну, в любом случае, в шоколад добавляется сахар. Ну, не черный. Здесь или темный, или молочный, да, шоколад используется, но не горький уже. Шоколад он влагу не переносит, а в чистом виде в сыре маскарпоне 60% влаги. Поэтому выморозили всю эту влагу до 1% и поместили в шоколад. Вот такую самую популярную конфету на первом месте, конечно же, мы получили. Вы уходите, а мы доедим. Я просто профессиональная карелочница. С перцем так точно надо бы это. Да, с перцем забирайте. Вот он, гамбургер, черный шоколад, сыр зокке. Пробуем. Ммм, вкусно. Мы тоже не просто так к нему подходили, потому что, ну, во-первых, это здание была конюшня, да, а мы здесь делаем сыроварню, шоколадное производство. И вот когда мы дошли до дегустационного зала, ну, куда без них. Поэтому мы... У меня такое ощущение, что сейчас лошадь выбежит отсюда. Да, да, да. Ты, Евгений, ты представь молодого человека. Пожалуйста, представьтесь. Чуев Александр. Отец хозяина сыроварни Виталия Чуева. А, понятно. Отец хозяина сыроварни. То есть еще главнее. Учредитель. Учредитель. Всего лишь отец. Иногда в определенных смыслах ты испытываешь тоже определенный кайф, потому что многие стремятся быть учредителями, да, а я всего лишь отец учредителя. Вот и я про то же говорю, что у меня нет ничего, но у меня есть все. Коллега, здравствуйте. Теперь вот ты кто? Я отец своего сына Ивана. Да. А так вот мы с помощью художника вот показали и кобылку, и такого речевого коня, и даже когда почему-то люди всегда пытаются посмотреть, что там между копытами, да. А я думаю, ну посмотрите, один тонный взгляд женщины. Да, конечно, видно. Виталий Александрович. Виталий, да, Нурн? Да, вот Виталий. Виталий, сын отца, которого только что мы представляли. Виталий, сколько вам лет? 33. И со скольки лет вы занимаетесь сырным производством сыроварения? Ну получается 6 лет. Ну первые 2 года, то есть я, грубо говоря, был под руководством технолога, вот, потом решил поехать сам обучиться в Россию. Куда? В Россию. Вот здесь, кстати, в Калиниграде все говорят про Россию, большую Россию. Ну а так и есть, мы, грубо говоря, как господи. Границ-то нет? Да, и первый раз в Питере, вот, потом где-то через полтора-два года поехал в Москву, вот, и, вот, грубо говоря, с того времени, как первый раз обучился, то есть решил, что буду выполнять главную роль технолога, вот, и выбираю. А отец вообще не касался этого производства? Нет, отец нет. Ну вначале, то есть мы когда начинали, значит, там, это сейчас все более-менее автоматизировано, поначалу были бидоны, да, там, 40 литров бидона, естественно, я его просил помочь перелить, то есть тогда смену, грубо говоря, я здесь в 7 утра приезжал, в 4 часа ночи дома был, вот, и, то есть у нас было 2 человека, это сейчас смене по 5-6 человек, тогда мы вдвоем. С отцом? Ну, с отцом еще технолог был. То есть, а вообще, то есть, идея не отца, вот, какое-то сыроварное производство? Здесь как лучше, то есть мы сначала купили здание, ну, думали, там, пиловарня, винодельня, еще какие-то, потом, ну, вот, первые санкции, то есть здесь, видимо, как 25-й кадр у всех, давайте делать сыр, ну, и мы, давайте делать сыр, вот, а так как, в принципе, часто были в Голландии, в Амстердаме, там много подобного плана сыровая, вот, давай сделаем что-нибудь открытого вида. Понятно. Вот, и перед заходом на производство шапочки, бахилы, халаты одноразовые, и как в физиологическом отделении... Как в докторе Хаусе. Из марципанового этого и из шоколадного. Начнем сначала, то есть, как происходит процесс, вот здесь за стеной, там находится молокоприемка, то есть, сюда подъезжает молоковоз, кстати, где-то сегодня, может быть, его даже и застанем. А куда молоко берете? Две термы в области, вот, они находятся там на востоке, вот, и там, в чем-то, как бы, большой преимущество этих ферм, то, что там коровы не пасутся, то есть, ни крылу год, одна и та же трава. То есть, нет вот этой вот смены, когда корова ест, пасет на лугу, ест зеленую травку, и потом резко пересаживается на сено, да, то есть, идет вот этот переход, переходный период. Разный вкус, да, у молокоприем? Да, во-первых, разный вкус, во-вторых, содержание, как правило, здесь хромая, да, то есть, представьте, корова, как бы, летом, там, сутками гуляет по траве, да, ее ничего не беспокоит, а потом резко начинают все эти дожди, ее пересаживают в стойло, да, и, ну, по-саментарею, так себе. Вот, приезжает молоко, оно загружается, либо, попозже вам покажу, либо чан, там стоит на 6 тонн молока, либо вот в этот, он на 3 тонна молока. Слышно, да, сюда поступает молоко, пастеризуется. Температура, так сказать? Да, 72 градуса, 72 градуса 20 секунд, и дальше вот по системе, по трубам она приступает. При 72 градусах обливаются какие-то бактерии? Не все, то есть, это, грубо говоря, максимальная, ну, 75 считается максимальная пастеризация, которая позволена на сверху для суда. И дальше вот она поступает в один из котлов, то есть, либо вот этот на 3 тонна молока, либо вот этот тонна, да, сейчас у нас загружено как раз в молоко, происходит процесс. Два главных прибора для сыровара. Да, PH метр. PH? PH метр, да, кислотность, щелочность. Кислотность, да. Сколько должна быть? 5,5? 5,5 это уже готово сыро. А, реально? А я просто по штуке думал, как это, как у воды. В шампуне. В шампуне. Как бы PH свежего молока, ну, 6,7-6,8 в этом диапазоне. Вот, дальше, то есть, мы вносим как бы закваску в молоко, и вот, грубо говоря, этим прибором мы проверяем, насколько она работает. То есть, когда закваска начинает работать, происходит как бы окисление молока, ну, простым языком говоря, и вот как раз мы отслеживаем, да, когда нам вносить следующий ингредиент. Второй прибор. Второй это молокоанализатор, он показывает жир, белок, то есть, плотность молока. Когда молоко приходит, вот сюда, вот, грубо говоря, в такой пробирочке, наливаем молоко, вставляем, он показывает плотность, жир, белок, и для каждого сыра очень важно, чтобы было одинаковое соотношение. То есть, оно там сепарируется после этого. Это вот установка промывает всю эту систему. То есть, молоко перекачали, ну, в одном... Щелочь? Либо щелочь, либо кислота, ну, либо дезинфектор другой. То есть, в одном баке всегда вода чистая, в другом, либо щелочь, либо кислота. Перекачали молоко, систему промыли, примерно где-то полчаса это занимает. А это что за пресс? Это не пресс, это мойка для инвентаря. То есть, сюда погружаются лентарь, формы, либо какой-то... Ну, формы, лиры, в принципе, есть лентарь. Ну, это маленький, так как правило. Все пластиковое? Да, формы пластиковые все. Вот. А вот это как в хирургическом отделении тоже? Это часть от сепаратора. Ага. Вот. Сюда погружается, вот, благодаря, там, головкам это все промывается, плюс это все дело набирается, теперь в джакузи создается дополнительно. Ферри? Нет, так же, щелочь, кислота. Ферри слишком тенная. Здрасте. Здесь молоко. Сейчас мы добавили в него закраску. Какой сыр делаете? Сыр лист. У нас все сыры, которые 90% сырок, которые мы делаем, они с нашей наблажной. Какой корове? Корове, да. А вы проводили ли эксперимент, если сделать сыр из женского молока? Какой получился? Женский. Грудной. Сбор. Мы добавили в него закраску. Закраска это, грубо говоря, бактерия, да? И сейчас, вот я до этого показывал пашметр, мы вот этим прибором как раз отслеживаем рост кислотности. Ага. То есть, вот это вот шок ран и заподдом этот большой. Ну, вот это вот называется пресс-предварительного прессования. То есть, наверняка видели, есть сыр, там, с мелкой дырочкой, а есть такие гладкой текстуры. Ага. Вот, соответственно, чтобы получить сыр с гладкой текстурой, потом уже, когда будет сырное зерно, мы сюда это все делаем сольем, положим пластины, подпрессуем, то есть под слоем сыра. То есть, мы удалим лишний воздух. Вот эти вот мелкие-мелкие дырочки, не круглые, это все воздух. А вот в воздаме такие дырки? В воздаме это уже работа культуры. То есть, есть... Бактерии? Да, пропионово-кисловые бактерии, для которых на определенной высоте выдержки уже готовый сыр помещают в теплое помещение, и он начинает раздувать. То есть, сам сыр раздувается, происходит для образования, и вот эти вот бактерии дают именно этот сладковатый вкус для сыра. А фермент когда добавили? Фермент. Вот сейчас мы как раз отслеживаем рост кислотности, и примерно вот через полтора-два часа мы будем носить новую пищу. То есть, самый дорогой сыр, он тот, который год больше прессуется, да, я так понимаю? Смотрите, в чем, как бы, дороговизна выдержка сыра. Из чего она складывается, да? То есть, ну, во-первых, уход за сыром, да, непосредственно. То есть, мы же этот сыр не просто положили, да, там, в уголочек и забыли про него. То есть, он постоянно, если в натуральной горке, он постоянно моется, он постоянно переворачивается. То есть, постоянно уход за ним происходит. Плюс, примерно, потеря вот годового сыра, да, опять же, все зависит от веса головки, от ее размера. Ну, примерно 25% потерь. То есть, мы сегодня сделали там сыр 10 килограмм, да, по факту, на выходе у нас получится там 7-8 килограмм. Вот это, как бы, основное, из чего складывается. А потери – это испарение? Ну, потери – это влага, да, сыр, в нем все равно влага содержится. Ага, а влажность какая, сыра? Ну, профессор валит. Потому что я из техников, он помню, что у макарон 13% влажность. У всех. Понятно? Все, переходим на макароны. На макароны? У каждого сыра слая влажная, да. У нас сыры от двух месяцев и до двух лет. Все находится рядом с аэропортом Храброво. Самолеты садятся и взлетают здесь. Сейчас скажи, все на расстоянии вытянутой руки? Да, да, да. Вот, они, вот, они сядят. Вы будете прилетать в Калининград, и на подлете, вот уже на посадке, когда самолет выпустит шасси, с левой стороны, по левой стороне вы увидите замок Шакин и вот как раз сыроварню Шакин. А, творится волшебство. Сейчас мы добавляем скорость, и будет обычный инструмент в молоке, чтобы даже обновлено было по всему макарону. Михалыч, доверяю тебе нажать вот эту кнопку ОФ. Не нажали. Все. Нажали. Нажали. Все. Ракеты полетели. Достаем вертушку, это такая часть, в которой мы размешиваем. Сейчас вместо вертушки мы ставим сюда лиры, для будущей нарезки. Турецкие? Турецкие. Словеные. Вставлять сначала будем две лиры. Дверы берутся только сверху, и та часть, которая становится в молоко, она никогда не уберется. У них есть определенные лиры, и мы должны поставить свои лиры. Два лиры, потому что лиры, но и другие собородные баночки. Есть волшебная баночка, и с помощью этой волшебной банки мы будем определять вгусток. Крутим, баночка крутится. Когда молоко начнет густеть, образовывается вгусток, баночка должна пойти, мы ее в одном направлении не поворачиваем, она должна пойти в обратную. Вот это будет оптимальное время, которое мы запишем, и будем высчитывать время нарезки. Это мы будем делать каждую минуту. Сейчас было 52, следующая проверка будет в 53. То есть, ну и от начала внесения фермента будем отсчитывать это время, умножать на определенный коэффициент. Видите, как сметана стал? Это вгусток. 20% минимум. Очень нежный, очень нежный. Сейчас мы будем пытаться нарезать его до размера рисунка. Сейчас, как только первая лира пройдет круг, я буду добавлять скорость и буду с наибольшей скоростью уменьшать размер зерна. Это какая сгусток? Нарезка. Я вгусток сушила? Ну вот это вгусток. Образовался вгусток из молока. Сейчас мы его нарезаем на зерно, которое в дальнейшем будем сушить и использовать сырное тесто. Из него будем делать сырное тесто. А вода вот эта лишняя куда? Сыворотка. На каком процессе? Отделяется. Ага. Вот у нас тонна молока превратилась в сгусток, и мы его нарезаем, нарезаем. Вы его быстро очень толкнете, или сломаете его, и разобьете его. А нам надо, чтобы то, что мы сейчас нарезаем, постепенно попадалось на ножи и разрезалось, уменьшалось с помощью лиф. То есть из кефира вы точно зерно не нарежете. Это сырное тесто, которое последующее, если мы будем с зернью и зерной тесто. Дерпо. Это творожная масса. Сырная. Нет. Сырная? Сырная масса. А, именно. Оно твёрже. Сырная масса. Ну, ворок и сей, немножко по-разному, по-разному, где-то. Молодой человек. Гать, а где ты? Давай, что-то есть. Танцевать. Не целовать. Пригласить. Пригласить. Ну, пойдём дегустируй. Спасибо большое, Александр, что пригласили нас к себе в семейное производство «Шакиндор». Практически родственниками стали. Да, это была просто изумительная экскурсия. Всех приглашаем. Сюда можно приезжать, да, на экскурсию? Обязательно. Обязательно. Ежедневно? Ежедневно, каждый день с 9 до 7. С 9 до 19.00. Сколько стоит? Дегустация сыра, дегустация с сыром и шоколадом стоит 350 рублей. Поддеть 250 рублей. Ну, через турфирму вам будет дороже. Любой турфирмы Калининграда спрашивайте экскурсию в сыроварню «Шакиндор». Дороже, почему? Потому что, ну, они вас сюда везут на автобусе ехать 30 километров от города. Те цены, по которым вы купите здесь у нас сыр и наш шоколад, в этот фикцент, надеюсь, во всей России больше не найдете. Ну, да. Нет, а самое главное, куда вы все производство, вот этот продукт весь, куда поставляете? Сыр мы продаем только у себя в магазине. Вот, и на сегодняшний момент гостей к нам приезжает достаточно, чтобы они насытились. Даже иной раз мы не успеваем. То есть вся продукция продается только здесь сырная? Сырная, да. Шоколад, марципан мы продаем во всей Калининградской области. Ну, то, что я ем, то, что снимали на протяжении двух часов, не побоюсь этого слова, это очень вкусно. Самое главное, натурально. Это вот то, что сейчас вот слили прямо из Чана. Да. Из Таиланда. Вкуснятина. Из Чана. Можно только позавидовать. Все. Ну, а вы дальше смотрите видео на канале в Дзене. Конечно, на Ютубе это все будет, но потом заходите, подписывайтесь. Я придумал тебе фирменную прощалку. Смотрите видео в Дзене у Дзене. Ну, от Дзене. Да, ребята, всем пока. Спасибо. Все вам счастливо. Цена. Бай-бай. Спасибо.